Проект развития старинного парка в деревне Горки Солецкого района стал лучшим во всероссийском этапе конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел». Туристический проект получил грант в размере 600 тысяч рублей. Так что многие планы по усовершенствованию парковой зоны удалось реализовать. Первой ласточкой стало проведение свадебного обряда там на неведомых дорожках. Свадебное гуляние развернулось в парке площадью более чем 14 гектаров. Конечно, обходить всю эту огромную территорию свадебная церемония не стала. Но молодожены и гости смогли с лихвой повеселиться, соблюдая все народные традиции. Хозяйка леса провела гостей по самым извилистым дорожкам, где их ожидало немало сюрпризов. Главным стало знакомство с многовековой даурской лиственницей. Существует поверье, если молодожены обнимут огромное дерево и соединят руки, жить им долго и счастливо. Поверьте, помогайте! А чтобы семейная жизнь стала счастливой наверняка, на дерево надо забросить колокольчики. Правда, получилось это не сразу. Помогать в непростом деле молодоженам пришлось их более опытным родителям. На этом приключения не закончились. Сказочная тропа привела молодоженов к таинственному источнику, секрет которого не могут разгадать уже несколько веков. Одна из главных достопримечательностей старинного парка – вот это соленое озеро. Зимой оно не замерзает, а весной, летом и осенью то и дело меняет цвет. То оно синее, то зеленое, а то и вовсе голубое. Перед вами изюминка нашего парка – соленый источник – озеро Мертвой воды, который убивает все болезни, весь негатив стоит только умыться этой водой. У соленого озера молодожены попрощались со своей холостой жизнью. Совершили обряд омовения, прошлись по шепоток мостику и побывали в гостях у Бабы-Яги, которая излечила их от всех недугов. Программа «Там по неведомым дорожкам» пришлась по душе молодым супругам и гостям. Нам понравилась эта арка, где желания мы загадывали, проходили. Интересно. Самое главное, что в этом парке чистый воздух, хорошая атмосфера. Праздники в Горках будут проходить и дальше. С помощью федеральных средств здесь построят деревянный мост, беседку для влюбленных, приобретут лодку для катаний по водоемам. Прогуляться по сказочной тропе будет интересно и детям, и взрослым. Они узнают о жизни растительного и животного мира, познакомятся с уникальной историей парка купцов-вониковых. А еще по дороге сюда гостей встречает и провожает семейство аистов. Добрый знак для каждого и особенно для молодоженов. Из Солецкого района Оксана Шведова, Алексей Куликов, Вести, Великий Новгород.